Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И мы продолжаем нашу серию технических роликов. Сегодня мы будем менять наш электронный селдрайв СПП-СБ54 на механический СД60. Готовы? Поехали! Давайте немножечко вернемся назад. И я вам расскажу о том, что же выявила дефектовка наших элементов, которые были отправлены на завод. Итак, в принципе, у нас из всех нерабочих элементов оказался нерабочий только джойстик. Ну, так как вся система находится в достаточно печальном состоянии, потому что на протяжении долгих лет с момента приобретения лодки сервиса у системы не было. Это значит, что нам предложили поменять и харнесы, и ВМУ-ТСУ оставить, а то оно в нормальном состоянии. Но давайте сейчас возьмем тот лист, который нам предложили поменять, и я вам покажу, что же, собственно, в этой системе сколько стоит. Итак, резистор терминатор 182 доллара. Электрический поворотный мотор, то есть это самый обычный мотор, который просто имеет внутри угол поворота. Итак, внимание, эта штука стоит 10 175 долларов без налогов. Далее, ручка газа 3 052. Ну, хорошо, хоть цена нормальная, повезло. Джойстик 2500. Конвертер с нового джойстика на старую систему 178 долларов. ВМУ 3000 долларов. Харнес ВМУ, это провода, которые этот харнес подключают, 2500. ТСУ харнес, провода подключения ТСУ 1430 долларов. Канкабель 735 долларов. И удлинитель 248 долларов. Теперь то, что они сделали 8 часов, 1000 долларов, это их работа по диагностике системы. 600 долларов они планируют отправить мне мои запчасти обратно. И 6000 долларов, если они будут перевозить это лично на своем автомобиле из фабрики, не знаю, куда, в общем, непонятно. Короче, суммарно это все нам обходится в 33 754 долларов, включая налоги. Вот такая вот история у нас с нашим ZF и нашей системой Dock & Go. На мой взгляд, данная система является проблемной по нескольким причинам. Первое, это то, что эта система сделана исключительно под эту лодку. И ремонт может быть только одними элементами. И мы зависим напрямую от сервиса ZF, которого, естественно, нигде нет. Второе, это ценник на элементы данной системы. Посмотрите на этот мотор. Я вам сейчас его покажу, как он выглядит. Вы поймете, что это просто обычный мотор, который от якорной лебедки ничем не отличается. И посмотрите на эту цену в 10 тысяч долларов плюс. Серьезно, ребята, 10 тысяч долларов за электромотор. Пускай он даже с электронным управлением. Ну что там, там электромотор и просто датчик угла. 10 тысяч долларов. И я смотрю на вот эту вот систему. Я не понимаю, почему это должно стоить столько. Ну ужасно еще не только это. То есть за эти деньги нужно искать с бубнами, пытаться найти дилера, который будет это все чинить. Их нигде нет. Связываться с заводом. Вы видите, какая сложная система вот эта вот и как это у нас происходило. Сколько мы времени потратили для того, чтобы провести диагностику. В общем, я решил поменять на механический Cell Drive SD60. И иметь возможность ремонта. И система будет более простая. Ну, в общем, это то, чем мы будем сегодня заниматься. Я думаю, что пришло время. И мы начинаем. Еще дополнительным квестом была покупка Cell Drive SD60. Сейчас завод находится в каком-то непонятном состоянии. Завод, который выпускает Cell Drive, находится в Италии. Он то ли полубанкрот, то ли закрыт на ковид. Короче, он не работает. И по всей Европе огромная проблема – это покупка нового Cell Drive. Но, походив здесь по Панаме, по местным дилерам, короче, никто ничего мне внятно предложить не мог. За какие-то большие деньги, типа 10 тысяч долларов, предложили привезти. Поставка где-то там на 6 месяцев. Короче, столько времени стоять на DryDoc'е у меня никакого желания нет. Поэтому я занялся этим всем. Залез на eBay. И на eBay нашел за 3200 полную систему новую вместе с трансмиссией. Она два года лежала в упаковке. И вот прошло две недели. И сегодня тот день, когда Cell Drive SD60 должен приехать ко мне прямо в Марину. Субтитры сделал DimaTorzok Диаметры не подходят. Ну, да. Между прочим, нога вообще совершенно четко. То есть, смотри. 33, 214, 01, 010. Видишь? Я сейчас пойду, прочитаю. 33, 214, 01, 010. Да, такой же. Прямо один в один нога. Мы по факту могли бы даже просто ногу это сделать. Даже вот просто купить ногу за вот эти деньги имеет прямой смысл. Потому что даже если вот просто взять эту ногу и воткнуть ее туда, то она будет работать. Ну, только там шафт этот другого диаметра, да, или что-то? Да, как ни странно, почему-то вот здесь шафт другого диаметра. Вот это вот именно под гайкой. Поверен, да? Ну, нет, но почти да. Я просто ту снимал, я помню, что она там чуть меньше. Когда мы уже совсем отчаялись что-то найти, он появился на ebay. Во, 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 во. Нежнее, нежнее. Красивый. А нот у него такой целый. Новья. Да. Только на провода, я думаю. Итак, мне обошелся селдрайв 3200 долларов. Плюс около 200 доставка по штатам. И еще 520 доставка сюда, в Панаму, прямо на лодку. Итого 4000 долларов мне обойдется селдрайв вместе с трансмиссией. Дополнительно я купил за 420 долларов ручку. И еще там сотку на тросики. Но я думаю, что к этому мы вернемся немножечко попозже. Я вам буду их когда ставить, покажу и расскажу, сколько что стоило. Ну что, а теперь время идти и снимать селдрайв. Но для этого, чтобы вы понимали вообще весь масштаб трагедии, для того, чтобы снять селдрайв, нам нужно снять двигатель, отодвинуть его в сторону. Так как я это никогда не делал, у меня это будет дебют. Мы будем делать это плавненько, аккуратненько, чтобы ничего не сломать. Но начнем мы, конечно же, с отключения крупных узлов. И, собственно, для того, чтобы снять потом мотор. Я то, что делаю. Мы сейчас полностью двигатель отключаем от подачи воды. Потом отключаем топливо и отключаем охлаждающую жидкость. Короче, нам нужно сделать так, чтобы наш двигатель был полностью ни к чему не подключен. Итак, что у нас по итогам сегодняшнего дня. Двигатель полностью освобожден. У нас вот отключены все топливные. Так, далее. Здесь у нас снят мотор поворотного селдрайва. И вот этот bell housing, вот вы видите, откручен. То есть, в принципе, подготовка уже вся проверена. То есть, всю электронику я отключил. Так, теперь идемте, я вам покажу на другую сторону. Здесь отключен актуатор. Он нам больше не будет нужен, потому что мы будем использовать просто механический тросик. Так, все электронные провода, они находятся здесь и также отключены. Также я вот, видите, уже открутил, собственно, то, что держит двигатель. Стартер также отключен. Вот все проводочки здесь идут. И подача воды также отключена. И я снял выхлоп. То есть, вот он. Это для того, чтобы проще было, ну, мотор, собственно, двигать вперед. Так, здесь у нас все. Так, ну что, снимаем лестницу. Две завесы. Пью-пью. Мотор виден. Все, хватит. Л-мотор. Сердце лось. Да, сейчас мы его будем снимать. Ну, я думаю, задача эта не сильно сложная уже на данном этапе. Особенно, когда я все раскрутил. Сейчас. Полдня раскрутил. И сегодня полдня. Сейчас мы его вывесим как-нибудь очень хитренько. Можно ничего. Не сломать. Да. Знаю, проходили. Знаю, проходили неоднократно. Так, все. Это все готово. Я просто надеюсь, что он, ну, просто уедет хотя бы. Ну, здесь есть большой свободный ход этих. Да. Я здесь, например, вот эту нижнюю фигню, может быть, потому что она будет клапами цепляться. Не будет, она выше. Нам столько не нужно. Нам нужно сдвинуть на 10 сантиметров. На 10. Ну, да. Я думаю, на 10 вполне достаточно. Ну, там вал. Просто, чтобы оно снялось с вала. Больше ничего не нужно. Так, вот я вывесил мотор уже за передние кронштейны. И вот, смотрите. То есть, коробка от двигателя уже немножечко отошла. Потому что и вот. Вот, видите. То есть, у нас уже мотор, грубо говоря, вывешен. И сейчас задача мотор просто отодвинуть назад. Для этого у нас здесь заведены стропы. И нужно приподнять его с вот этих вот, собственно, резиновых демпферов. И мы освободим мотор от селл-драйва. Так, нам одолжили штуку, которая называется Каталина. Мамочки! Что это было? Ну, левая сторона сошла с болта. Ну, еще не сошла до конца. Но в процессе. Так, теперь мне надо приподнять немножко задник. Приподнял, приподнял. Приподнял? Да. Ой, мамочки. Ты меня не пугай. Ты меня пугаешь больше, чем эта штука. Ой, господи. Блин. А что второй не сходит, интересно? Хорошо, просто. Теперь нужно нам все в эту сторону. Да, на фильтр лег. Ну, б***ь, конечно. Вот этот наш сегодняшний кошмар. Все это выглядит вот так вот, достаточно брутально. Здесь, конечно же, надо будет все помыть. Но сразу хочу сказать, что не все так просто, потому что, смотрите, вот это диск сцепления. И вот это отверстие, ну, то есть он идет вот отсюда от мотора, то есть этот весь диск вращается. А на нем вращается диск сцепления, то есть он выглядит вот так вот. Ну, то есть как корзина автомобильная обычная. Но прикол в том, что вот этот диаметр у нас отличается от того диаметра, который на нашем селлдрайве. То есть вот этот селлдрайв имеет ось значительно уже по диаметру, чем та, которая у нас. Так что придется покупать. Но у нас ждет еще снятие селлдрайва сегодня. Ну что, вот такая разница. То есть дырка маленькая, шафт большой, раза в два больше. Слушай, а может, там каким-то домкратам ему помочь? Выйти именно из гнезда ровно. Ну? Может попробовать какой-то деревяной. Идет? Давай, ты вот эту штуку оттяни, а я его там буду продать. Давай. Еще чуть-чуть. Давай, еще. Еще. Давай, давай, давай. 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 Тебе надо вот этот инструмент тут убрать и сюда его вытянуть. Я просто боюсь туда идти, чтобы мне по ногам не полетело я об этом. Так, знаешь, что давай еще? Еще ее сейчас поднимай. Давай еще. Еще. Давай, точнее, не останавливайся. Ты там придавил трубу, он не польет дальше. Какую трубу? Еще? Ну да, да, я поднимаю. Заела. А может дальше уже? Может быть дальше не идет. Дальше. Продолжение следует... Теперь я думаю, что я думаю, что ее готов интересно. Тут все просто Вот 8 болтов Эти 8 болтов закручиваются Просто Cell Drive встал на штатное место Здесь все как обычно, а здесь ничего сложного не происходит From the bottom of the boat 8 болтов И the set This one is the cradle for a cover I'll show you right now Раз и все Так, у нас задача следующая Вот вы видите, вот это вот Это наша механическая ручка газа ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас нету вот этой вот фигни, которая подключает его к Cell Drive А тросик газа Похоже, короткий То есть он здесь вот идет сюда Здесь будет мотор И эта штука, скорее всего, не достает Поэтому придется купить новый тросик И опять протрахаться с его прокладкой Но, к сожалению, это нельзя было предвидеть Так, ну что, еще одно важное дело, которое я хотел вам показать Которое мы сделали с нашим двигателем Это замена альтернатора Который на 80 А, на тот, который на 160 А Я этот материал сделаю быстро Я вам просто расскажу, что я сделал То есть вот у нас есть альтернатор Альтернатор на 80 А Он хороший, он рабочий, нас устраивает Но совершенно случайно Спасибо Ростику Нам приехал вот такой большой На 180 Естественно, он не стал вот так вот Чтобы прямо идеально ровно Что я сделал? Мне пришлось подпилить вот здесь Вот этот вот кронштейн Совершенно немножко То есть много на это времени я не тратил Просто взял болгарку, отпилил И мы с Диной взяли Сделали замер, чтобы выставить соосность ремня И вот здесь вот шайбочками выставили То расстояние, которое наш альтернатор крепится Собственно, вот задача теперь у нас Была на 80 А Стала на 160 И стал он вообще идеально в посадочные места Причем этот альтернатор очень хорошей фирмы То есть вот он наш красивый балмар Вообще, для этого альтернатора Нужно либо два ремня Либо один такой широкий Но у нас его, к сожалению, нет Поэтому походит пока с таким Если будет не справляться Тогда за 400 евро мы купим Сюда и сюда И будет у нас такой один большой широкий ремень На наш двигатель Собственно, вот все Теперь у нас много энергии будет Потому что литий нужно питать достаточно сильно Если мы хотим его использовать эффективно А у нас его много На 1200 Ач Поэтому вот такая красота У нас теперь стоит на моторе Так, ну что Пришло время ставить мотор обратно У нас уже пришли все наши детали Вот у нас уже установлен cell drive А сюда на мотор К нам пришел блинчик Демпферный диск Вот мы его сюда вкрутили И теперь вот эта часть Должна надеться на вал Который у нас идет в cell drive То есть вот он посредине Там уже все смазано Все работает И здесь Также все уже установлено Сейчас начинаем поднимать Для этого у нас есть Вот уже приготовленные веревочки Это одно ухо Это второе ухо И вот у нас висит каталина Это цепной кран Который, собственно, будет наш мотор поднимать То есть мы берем Вот за вот этот крючок Сюда все надеваем И поднимаем Еще, еще, еще Чуть-чуть Вот так Отлично Так, теперь пробуем его состыковать Мы сделали такую систему Вот Стал репом И мы его просто притягиваем сейчас Вот этой вот штукой Так вот И насаживаем его Сейчас мы его посадим Попробуем на твою Да Да-да-да Сейчас мы его болтами стягиваем Так Смазочка И У нас первый успех Вот этот вот болт Он сюда закручивается Это значит, что у нас Мотор и Cell Drive Начинают стягиваться вместе Мы с двух сторон Крутим болты Здесь их 8 штук И У нас идут С той стороны Закручивается один С этой стороны Чтобы по 180 градусов Было между болтами ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поспели Вот он нам такую Красоту Сейчас будем ее мерить Это не зафиксированная До конца То есть я попросил Чуть-чуть прихватить Потому что Если что-то пойдет не так То мы сможем отрезать А если он приварит Хорошо Резать будет уже Реально плохо Поэтому Вот так вот Слегка приварено И будем продавать Так смотрите У нас вот эти Две Два маунта Их потом Пошлифуют Это будет после того Как мы определимся Точно с размерами Итак У нас есть Вот эти Два Крепежных Отверстия То есть они вот То есть это совпадает Но это в ту сторону Итак У нас вот эта Подушка двигателя То есть это Выглядит Следующим образом Это все у нас Разбирается То есть Основная подушка Это собственно Вот У нас идет Резинка Резинка И металлическая Собственно Сама пластина На которой Это все крепится Потом у нас есть Такой большой Болт С креплением Под резинку Вот так вот Она сюда Одевается Сверху Надевается Еще одна Пластина И получается Вот видите То есть эта резинка Чтобы она не разрушилась Находится между Двух Таких Кронштейнов Не знаю Далее Вот это вот Все Вставляется Вот так Крепится сюда Четырьмя болтами А вот На вот Этом Центральном Болте Одевается Регулировочная Шайба На которой Уже будет Собственно Висеть Сам мотор И здесь Закручивается Гайкой То есть Вот такая Вот вся Система Это у нас Будет работать И это Подушка Мотора То есть Когда мотор Вибрирует Она на резинке Вот так вот Гуляет То есть Классная система Так Ну вот Здесь видно Что маунт Это для нас Достаточно Высокий Мне кажется Надо будет Его Либо Уменьшать По высоте Либо Ну сейчас Что-то Изобретать Короче Сейчас я Выставлю Оба И буду Смотреть Так Так вот Мы поставили Мотор На два Маунта Стоит Первый Маунт Второй Маунт То есть Вот так Это выглядит Сейчас будем Смотреть Угол Мне кажется Что Cell Drive Немножечко Будет Задран Потому что Мотор Стоит Под углом Вот Завален Вот туда Но По мануалу 8 градусов Должен быть Угол Сейчас посмотрим По самому Cell Drive Как он там Снизу И будем Принимать Решение Короче Мы выставляем Cell Drive Относить Поскольку Вероятно Что мы стоим Не супер Идеально Горизонтально Потому что Тут у Марины Есть определенный Уклон И лодка Стоит Чуть-чуть С креном Небольшим Но мы Центруем Относительно Киля И относительно Радара Вот у меня Есть такая Линейка Длинная И наша Задача Ее так Приложить Чтобы Вот эта Точка Совпала С нижним Углом Киля И это Была Как бы Одна Прямая То есть По линейке И мы Смотрим Отклонение Относительно Вот этой Вертикали И То же Самое Потом Переходя С этой Стороны К Килю То есть Мы Смотрим Чтобы Верхняя Точка Радара Совпадала С нижней И Как-то Там Вот оно В общем Было Так и Центруем Потому что Ну Обходимся Тем Что есть Но в целом Норм Еще задача Его Влево Вправо Поворот Отцентровать Либо Левую Чуть Чуть Назад Либо Правую Чуть Чуть Вперед Да Я могу Так Сделать Без проблем Это было Сложнее Но Вроде Было Тоже Намелиметровали Чтобы Он Не Дул Куда-то В одну Сторону Больше Чем В другую На Всех Шайбочках И Болтиках Это Установили Высоту Отрегулировали И В целом Я думаю Что Сейчас Сережа Пойдет Заказывать Уже Финальные Ножки Приваренные Как Надо И Будем Ставить И Ставить Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы вы не обосрались при покупке масла и выбрать нормальное, чтобы не уложить движки. Но, к сожалению, когда вы не знаете, какое масло вам нужно брать, нужно спрашивать у местных. И мне местные сказали покупать на заправке. Здесь есть большая серия заправочных станций. Это именно такая большая национальная панамская. Называется Терпел. Так вот, они сказали идти туда. Они под своим брендом разливают масло. И я вот купил вот такое вот маслице. Давайте посмотрим, что здесь написано. Итак, 15В40 для больших грузовиков дизельных. Ну, короче, heavy duty. Обычное масло, которое используют в коммерческом транспорте. Сказали, что покупать вот именно такое. И продается оно здесь в галлонах. Вот такая вот одна канистра. Это один галлон. Или 3,75 литра. Ну, да, 3,78 и 5 литра. Короче, я купил таких 3 канистры. Потому что нам нужно 6 в мотор. Это почти 2. Еще в Cell Drive 2,5. Все, у нас вот 3 будет. Может быть, еще куплю потом пачку. И залью ее в генератор. Ну, раз уж делать, так пускай будет все сложно. Короче, мы с маслом решили. И вот сейчас закрепляем финально мотор. И будем заливать масло уже. И собирать двигатель, чтобы его можно было запускать и проверять. Так, ну вот еще одну мелкую задачку я сделал. То есть я сейчас не показывал, как это работает. Короче, вот у нас есть тросик газа. Я проложил, к нам пришел тросик длиннее. 17-футовый. Был 13, и он нам не хватало. Этот сейчас чуть-чуть длинноват. Но я его так проложил свободно. И он будет нормально работать. Так, ну что. Вот у нас он проложен. Сейчас я Дину попрошу. Она погазует. Так, вот у нас включился Cell Drive. Газ едет. Все, вот газ до упора. Теперь вот обороты уменьшаются. Это нейтраль. Вот включился Cell Drive. Реверс. Задний ход. Щелчок был. И вот опять на нейтралочку все вернулось. Все. Теперь у нас управление газом уже работает. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что. Вот он момент истины. Сейчас мы будем запускаться и смотреть, что же происходит с нашим винтом. Так, включаем воду для охлаждения двигателя. Субтитры сделал DimaTorzok выключайся Субтитры сделал DimaTorzok Едем назад Короче, у нас перепутаны зад и вперед То есть нам нужно поменять тросики на ручке газа Это наша ручка газа Все, что нужно сделать сейчас это вытащить вот этот пин переставить его на другую сторону и у нас будет реверсивно все работать Начинаем в енжине Пойдем вверх Блин Пойдем вверх Блин Пойдем вверх Найс Нейтрал Форвард Та-дам! Теперь давайте перейдем к следующему пункту и поговорим, сколько же нам обошелся этот сейлдрайв Итак, начнем с того, что лодку вынуть, спустить, поставить на драйдок будет стоить 800 долларов Далее, два месяца на драйдоке это еще 1300 долларов Сейлдрайв 3200 Доставка его в Панаму еще 800 долларов Ручка и кабеля обошлись в районе 700 долларов Мотор маунтс Это то, что варили, резали 250 долларов 80 долларов обошлось масло И я думаю, что где-то там 70 на всякую мелочевку типа там смазки, еще чего-то То есть, ну, такое В общем, итак У нас получается 7200 нам обошелся данный сейлдрайв Но я думаю, что там, если учесть какие-то там инструменты, которые докупались там, не знаю, что-то еще То есть, около 7500 долларов нам обошлась данная задача Ну что, вы стали зрителями уникального проекта который на ютубе не показывал ни один блогер ни в русскоязычном, ни в англоязычном сегменте Поэтому поздравляю вас с таким уникальным контентом Ну что, я думаю, все понятно Что мы сделали И причины, почему мы это сделали Пожалуйста, напишите ваше мнение по поводу всего этого проекта Стоило ли менять наш сейлдрайв на механический И, может быть, имело смысл восстанавливать предведущую систему которая, естественно, в разы удобнее в использовании В общем, здесь меня интересует ваше мнение Все, не забываем ставить лайк Коммент обязательно Подписка на канал Проверяем колокольчик И скоро мы с вами опять встретимся Пока! Субтитры сделал DimaTorzok